Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья и гости нашего канала. В этом видео я хочу рассказать, как в домашних условиях можно сделать очень мощный корнеобразователь для комнатных цветов при размножении из стеблевых черенков, из листовых черенков, при обновлении весной полностью растения, для садовых цветов, для рассады. Вот тема сегодняшнего видео. Но сразу хочу перед тем, как подойти к основной теме, ответить на вопросы, которые были мне заданы в предыдущем видео, где я укореняла черенок пиларгонии с помощью корицы. И вот он перед вами. Хочу сразу сказать, что укоренился нормально, все прошло хорошо. Но какие вопросы были заданы? Где можно еще, для каких цветов применить корицу? Друзья, для всех комнатных цветов, где применяется корневин, гетеролуксин, то есть химические препараты мы заменяем обычной корицей везде, кроме кактусов и суккулентов. Также задавался вопрос о декабристах. Можно ли применить корицу у декабристов? При размножении, да. При пересадке, точнее, в землю ложится. При размножении расскажу уже в видео. Скоро выйдет видео о размножении декабриста, и там я полностью дам ответы на все ваши вопросы. Это то, что хотела сказать для своих подписчиков, друзей. Ну, а теперь давайте по теме. Итак, сегодня я буду делать мощный корнеобразователь для комнатных цветов. Сейчас весна, теплое время года, и я думаю, и вы тоже размножаете свои цветы комнатные черенком, то ли стеблевым, то ли листовым, допустим, как у фиалки домашней. Для этого нам нужен корнеобразователь. Что я беру? Для этого мне потребуется кипяченая вода, пол-литра. Она должна быть слегка теплая. Затем я беру аспирин, или ацетилсалициловая кислота, точнее, если так скажем, и корицу. Опять-таки корицу. Что я делаю? Пол-литра воды. Ложу таблетку, одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и пять грамм, это чайная ложка корицы. Размешиваю хорошо. И затем беру черенок любой, то ли листовой, то ли стеблевой, и ставлю в этот раствор. И буквально через несколько дней получаю, друзья, вот хочу вам показать, я недавно укореняла плектрантус. Это у меня кустовой, вот видно, а это ампельный. Он уже у меня старый, я обрезала с черенки и укореняла. Смотрите, какие корни. Это за три дня. Корица это естественный фунгицид. Он борется с плесенью, с грибком. То есть нам дает здоровую среду. А ацетилсалициловая кислота, это очень быстрый рост корней. Вот эти две, два ингредиента, эти две смеси, как я говорю, дают мощный толчок. И получается очень хорошее корнеобразование. Это первый рецепт. Он также подходит еще для садовых цветов, которые размножаются черенками. Допустим, это жасмин, сирень. Если взять черенок, не молодой кустик, а черенок и другие кустовые цветы, тоже применима эта смесь. Теперь, что хотела сказать по второму рецепту. Это, значит, делается тоже на основе этого рецепта. Но как? Также на пол-литра теплой воды ложится две таблетки ацетилсалициловой кислоты и ложится уже столовая ложка корицы и настаивается сутки, друзья. И только по истечении этого времени уже тогда можно применить этот раствор. Куда его можно применить? Можно применить для замачивания рассады перед высадкой. Все рассады сейчас весна, дачники у нас уже на старте, поэтому обязательно для рассады капусты, помидор, баклажан, перца и всего другого применимо перед высадкой в грунт. Также все цветы садовые, которые луковичные. Это тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, посадка именно луковицами. Это гладиолусы и другие. Также замачиваем на два часа перед посадкой в этой смеси. Также нужно добавить, как мне корица помогает бороться с насекомыми в комнатных условиях, вот в комнате, в комнатных цветах. Значит, если заводятся какие-то мошки, насекомые, если, допустим, рассада заводятся муравьи, беру корицу и посыпаю корицей землю. Людям нравится запах корицы, а вот насекомые ее категорически не переносят, они уходят с такого растения. Также корицей можно все срезы при обрезке растения можно посыпать. Друзья, кому понравилось видео, пальчик вверх, подписка на наш канал, заходите, смотрите, кому интересно. Видео очень много на канале, а я вас уже приглашаю в следующее видео. Пока, до скорой встречи!